Первое, что говоришь при виде этой радиосистемы. Воу! Какие маленькие! Как им это удалось? Вот этот чехол гораздо приятнее, гораздо меньше. И я подозреваю, что гораздо удобнее. Сейчас внезапно наступила эпоха беспроводных двухканальных радиосистем. Такие петли есть уже даже у самых бюджетных брендов. Родея, Диджай, Холиленд петли есть на любой карман. Но какие выбрать, решать, конечно же, тебе. Все они практически одинаковые, но только не новая версия от Холиленд Ларк М2, которая просто поражает своим размером. До знакомства с Холиленд я пользовался петлями Роде, и меня в целом все устраивало за исключением важных функций, которые я познал с Холиленд. Например, зарядный чехол и еще более уверенное качество звука, о котором я говорил в предыдущем обзоре, на петли Холиленд Ларк Макс 2 ДОК, в которые я сейчас пишу. Теперь же я целиком перешел на Ларк М2, вот эти маленькие петли, и вот почему. Размером с 5-рублевую монету действительно поражает ее размер и вес. Итак, сегодня четвертый день мероприятия, которое я снимаю при помощи этих петель. Все синхронные звуки интервью я пишу на петли Ларк М2 Мини, у меня специальный эксперимент. Таскаю с собой эти петли, они очень маленькие, очень удобные, практически ничего не весят. Они у меня находятся в чехле, хотя, кстати говоря, я мог бы не таскать его с собой. И я хожу в таком комбинезоне, где на груди маленький карман абсолютно, который не знаю, для чего он может пригодиться, только вот, разве что, для вот этих пластиковых ложек для супа. Ну и для моих петель, которые всегда находятся со мной. Пошел к собакам мерить дальность петель и проверять ветрозащиту на их способность защищать от ветра. Привет! Блин, крутые петли вообще, ребят, честное слово. Я очень доволен. Крошечный передатчик крепится настолько же маленьким, но очень мощным магнитом. Настолько мощным, что можно крепить не только через хлопку, футболку, но и более серьезные вещи. Толстовки, карманы пуховиков, рубашки. Если даже тебе не удалось закрепить таким способом, в комплект положили магнитные клипсы-прищепки, одну из которых ты уж точно найдешь, куда прищемить. Ну а если тебе внезапно нужно записывать голого человека с красивым туловищем, то можешь просто повесить ему на шею вот такой кулон, который есть в комплекте. Их в комплекте два. В котором, кстати, говорят точно такие же кругляши, которые ты можешь использовать как запасные магниты, они идентичны с магнитами на приемнике, потому что потеря основных магнитов это всего лишь вопрос времени. Такое у меня уже было. Мелкая вещь, которая постоянно теряется. Основное достоинство петель, это же, конечно, его заряжающий футляр, его размер и вес. Внутри бережно и максимально компактно упакованы приемники и передатчики. У приемника здесь на корпусе всего лишь два выхода. Это Type-C для подключения к компу и отверстие 3,5 мм джек для подключения к камере. Вращающийся диск для увеличения громкости. В общем, приемник максимально лаконичный, как и два передатчика. Сравни с этим Holy Land. У меня максимальная комплектация петель, поэтому в моем наборе есть два дополнительных ресивера для телефонов iPhone и Android. Ресивер в этот раз легкий и жесткий, с жестким креплением, без каких-либо проводов, которые, например, присутствуют в старшей комплектации Lark Max Duo. Это работает максимально просто. Втыкаешь ресивер в телефон, достаешь передатчик, открываешь приложение с камерой и начинаешь снимать. Приемник автоматически спрягается с передатчиком и записывает звук. Тебе не нужны никакие дополнительные приложения, дополнительные переходники. И, блин, вот эта тема, короче, с телефоном, что можно настолько быстро воткнуть передатчик, приемник и в телефон включить стандартную камеру на телефоне. И также сразу же прослушает звук с телефона. То есть петля максимально интуитивно адаптирована в том плане, что звук не уходит обратно в передатчик. Почему я и рассказал? Потому что на некоторых устройствах, для того, чтобы просмотреть запись на телефоне, тебе нужно извлечь ресивер, открыть приложение и посмотреть. И только после этого будет работать. А еще простая, но при этом гениальная фишка, это включение камеры телефона двойным нажатием на кнопку на передаче. Нажимаешь два раза, и у тебя запускается запись на айфоне, либо на твоем андроиде. Это дает возможность включать запись, когда ты далеко от телефона. И это просто гениально. И максимально просто. Зарядка на этих петлях, умопомрачительная. Я зарядил чехол всего лишь один раз, отснял целую экспедицию на собаках на Камчатке, перелетел в Кыргызстан, и еще две недели снимал там, в горах. Короче, футляр держит реально долго, учитывая свои размеры. Конечно же, я не писал там какие-то гигантские интервью, писал короткие синхроны, лайфы, и заряда чехла у меня хватило вот на несколько недель. Это просто безумие на самом деле. За что я еще больше зауважал Холиленд, так это за то, что несмотря на свой огромный логотип, который сделан на весь приемник, они положили в комплект набор стикеров под размер приемника, чтобы ты мог их заклеить, свой логотип. Это настолько мило и приятно, что теперь даже не хочется заклеивать их логотип. Но я тем не менее буду это делать. Такое ощущение, что Холиленд слышали все наши проблемы и видели, как мы заклеивали передатчики на Rodeo заклеивал, на DJI заклеивал, тейпом или изолентой, чтобы они были однотонные. И теперь они нас просто избавили от этого, положив однотонные стикеры в комплекте. Можно выбрать либо однотонный черный, либо однотонный белый, либо можно взять вот такие эмодзи. Не представляю, на самом деле, где их использовать. Что касается ветрозащиты, поначалу мне показалось, что она не очень удобная. С этой круглой передачей каким-то образом нужно наклеить такую же круглую ветрозащиту. И после того, как ты ее запихал внутрь, у тебя получается такой мохнатый еж с одним только магнитом, и ты не понимаешь, с какой стороны у тебя здесь микрофон. То есть, как тебе закрепить, чтобы знать, что у тебя микрофон находится сверху. То есть, для того, чтобы мне понять, что микрофон сверху, мне нужно ветрозащиту вот таким образом постоянно как бы отодвигать и убедиться, что я микрофоном вверх приклеиваю. Я думаю, что вопрос можно было бы решить нанесением обозначениям на обратной стороне петли, где находится магнит на корпусе каких-то стрелок или какого-то обозначения, что микрофон вот здесь. Оно здесь есть. И я просто слепошара и, короче, не заметил, как правильно ее надевать и включать передатчик. Мобильное приложение и шумоподавление, которое также есть в этих петлях. Обычно я предпочитаю, в случае чего, давить шум программно на посте, но просто знаю, что такая функция также в этих петлях есть. Интивируется она одним нажатием. Кнопка на передатчике, соответственно, меняет свет, а также можно поменять приложение. Holy Land максимально простое, удобное мобильное приложение. В нем есть индикация приема громкости и включение-дотключение того самого шумодава. И плюс добавились походы какие-то, какие-то путешествия. У нас в Хибино мы стали ездить. Сидушка потеряла. И поэтому сейчас вот стоя приходится ехать. Поэтому, конечно, после этапа просто ходишь, там пьешь. Я переживаю за то, что сейчас они оставили все силы здесь. И половину этапа еще нужно идти. Я переживаю за этот момент. Потому что тогда он немножко по-другому воспринимает в целом происходящее вокруг себя. Ну, такая некая новая точка отчета появляется. Ведь мы что-то, когда в голове своей описываем, мы должны описать грани этого. Это финальный тест на дальность. И уйти очень далеко. Где-то нужно еще сегодня замутить дрова. Сейчас здесь метров 200. Ну, за 200 точно. Не знаю, мне сложно определять на глаз. Если звук есть, то я офигеюсь, честно. Иду обратно. Если вкратце и подводить итог, то, во-первых, первое ощущение от петель, когда берешь их в руки, это что они абсолютно ничего не весят. Они маленькие, но при этом они не потеряли качество звука, которое есть у их старшего брата Lark Max Duo. Их вполне можно ставить в одну линейку с профессиональными петлями Rode, с DJI их конкурентами. Но их размер и вес просто, я считаю, сейчас вне конкуренции. Для меня, как для человека, у которого каждый миллиметр в рюкзаке имеет значение, а также вес для съемок в горах, то эти петли просто незаменимы. Использовать петли буду в зависимости от задачи. Но на какие-то постоянные проекты на съемку буду брать, конечно же, M2, просто потому что они легкие и не занимают место. А как запасные, у меня всегда есть с собой Rode без чехла, которые, кстати говоря, постоянно разряжаются сами по себе, что, конечно же, не очень удобно. Ну и как запасные запасных петель буду использовать Lark Max в этой большом чехле коробки. С собой, конечно же, их не поносишь, но петли очень достойные. Вот на этом все. Надеюсь, тебе было полезно, интересно, местами полезно это видео. Спасибо, что досмотрел этот обзор до конца. Надеюсь, тебе все понравилось. Пока.